Ребята привет сейчас мы будем зашивать щиток в данном случае передний меня зимой тут вынесло на гололюде в сугроб и я не поломал подломил щиток Получилась вот такая вот трещина и как раз вот вместе крепление уса Ну соответственно я с этим уже так прилично и проездил но все-таки это делать надо пока он не развалился потому что щитки у нас как бы и не всегда бывают и денег стоят а этот щиток еще будет ездить и ездить значит мудрить там заклейками эпоксидкой и прочим я не стал потому что пластик очень плохо клеится вот этот вот поэтому мы его будем зашивать то есть вот я вдоль вдоль трещины засверлился полторашка сверлом вырезал вырезал из бутылки для кефира от кефира с такой вот обычной вот такой вот усилитель чтобы нам было к чему прижать вот эту поверхность ну можно из бутылки из любой из кока-колы там просто этот немножко она помягче пластик в ней а здесь нам чисто она как подкладка идет в сильно большой жесткости нам не надо ну ну или просто скажем так что она она мне больше понравилась эта бутылка значит в ней засверливаемся и в ней сейчас мы зафиксируем один край я пока засверливаю только один край чтобы здесь зафиксировать проволочку потом зафиксирую сейчас второй вот здесь вот вот в этой части что у нас была эта подкладочка прижата и по ней же вот засверлюсь потом эти проволочки я уберу скобочки совмещаем наше отверстие что мы просверлили заодно проверяем что мы никуда не ушли да попали она стоит примерно посередине это вот такая временная закрепочка нам она нужно чисто зафиксировать вот этот вот этот наш усилитель на тот момент пока мы будем шить а ну естественно наверно догадались что желательно не просверлить свои руки то есть так смотр хорошо нащупываем пальцем куда пойдет сверло и ставим вторую закрепочку сюда же то есть идея всего этого действия сейчас это просто слегка зафиксировать вот вот этот усилитель чтобы он никуда не бегал и пока мы будем сверлить и чтобы совпадали отверстия и теперь просто засверливаем ся прямо по тем дырочкам засверливаем просто усилитель вот по всему по всем отверстиям все засверлились теперь для шитья я взял вот такую вот специальную нитку но она вообще декоративная но ничего не мешает нам ее использовать на щиток она здесь скажем так сильно выделяться не будет в данном случае вот зашить это черной ниткой ну примерно то же самое что как обычно говорят что зашить белый и берем соответственно сапожную иголку с таким вот большим ухом она штопольная сапожная но не суть главное чтобы вот это большое ухо пролезло вот это толстая нить ниточку чтобы легче было заправлять можем подплавить вот у нас заправлена нитка в иголку и поскольку свободный свободный краешек у нас здесь то начнем с него и начнем шить потому что нам же она будет убирать вот эту закрепку в чем еще прелесть ну относительная прелесть именно вариант с зашивкой что ревнобор с нитками всегда с собой возится соответственно это всегда можно воспроизвести в полевой обстановке то есть это ремонтопригодно так вот эту сейчас эту закрепку снимаем и шьем как вам нравится ну типа как ботинки шнуруем ну и придерживаем пальчиками то есть зигзаг у нас получается переход снизу а сверху получается вот такая вот параллелька и вот сейчас сейчас вот это дело прошиваем до конца ну и теперь смотрим что у нас получилось получилось у нас вот такая вот ну даже не знаю скажем так вполне эстетичная стежка я все-таки решил параллельками пустить потому что здесь у нас идет загиб ну не получается эстетичного перехода вот в этом месте ну и поэтому изнутри оно тоже вот так вот смотрится вот я вот про это место говорю то есть оно не совсем эстетично прошит это все там в 4-5 ниток еще там с межстежковыми узлами в обе стороны с перехлестками так что я думаю что вот это все будет ездить долго и счастливо ну и сейчас оно уже засвернуло у нас и даже если там где-то нитка перетрется то снять щиток его перешить ну скажем так час работы так что вот такая вот технология вот такие вот методы народного творчества